Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua В моих руках сейчас модель под названием GAU-G4 Advanced Элитная версия, максимальная 2.32 оперативная встроенная память 3000 аккумулятор То есть, на данный момент одна из самых интересных моделей Я уже снимал распаковку данной модели Там, где я рассматривал комплектацию и внешний вид Посмотреть данную модель можно по ссылочке вот здесь А мы начнем наш полный обзор на данную модель через программу Antutu Во-первых, посмотрим, что это действительно GAU-G4 4.2 Android Турбированный процессор MTK-6589 Подтверждением этому является частота 1.5 ГГц Как мы все знаем, 2 ГБ оперативной памяти в данной модели И 32 встроенных Камера у нас задняя идет на 13 Мп Разрешение экрана 1280 на 720 И фронтальная камера у нас 3.7 Мп Данная модель показывает в Antutu 16545 баллов Это значит, что очень большой запас производительности Объясняется это тем, что имеется турбированный процессор 4-х ядерный И не Full HD разрешение экрана То есть, я хочу добавить от себя На данный момент вот эта модель является одной из самых, скажем так, производительных Которая будет справляться с абсолютно любыми современными играми За счет того, что китайцы не влепили сюда Full HD экран Размер экрана смартфона составляет 4.7 дюймов То есть, он довольно-таки компактный и очень удобный в использовании Из датчиков, которые имеются в данной модели Мы видим следующее Здесь отличный хороший GPS Wi-Fi, Bluetooth Есть рабочий компас Датчики освещенности, датчики приближения Также модель является топовой И в модели отлично работает гироскоп Я тестировал также данную модель через Antutu Tester Проверял я Multi-Touch Он пятиточечный Экран у нас очень яркий Выдает отличные яркие цвета То есть, те, которые действительно есть на самом деле И по поводу аккумулятора Я тестировал аккумулятор через программку Antutu Tester Как я делаю обычно То есть, там показываются, выдаются баллы Но я был очень сильно удивлен, что телефон набрал 529 баллов При том, что аккумулятор у данной модели на 3000 мАч При размере дисплея всего 4.7 То есть, это довольно-таки много Меня это смутило И я сделал тест в игре То есть, в игре уже смартфон показывает физически, сколько он может продержаться И данная модель у меня со 100% продержалась порядка 4 часов Это, в принципе, хороший показатель Я загружал его тестом цитаделью Вот, то есть, реально аккумулятора хватит где-то на 3 дня работы Идем дальше Экран у нас 4.7 дюйма 1280 на 720, как я уже говорил Но экран действительно очень классный В плане цветопередачи, в плане сочности картинок В плане углов обзора То есть, картинка абсолютно не преломляется Шикарнейшие углы обзора То есть, экран один из лучших Одна из лучших матриц Вообще сейчас на данный момент среди китайцев Несмотря на то, что здесь нет Full HD То есть, в принципе, картинка великолепнейшая получается Данной модели Также модель с легкостью воспроизводит любые форматы видео Начинка очень мощная Звук чистый, громкий Можете в этом убедиться сами Также модель отлично работает с потоковым видео в YouTube В чем мы можем убедиться Давайте посмотрим Все прогружается очень быстро Процессор работает на полную катушку Можно отлично смотреть видео Наслаждаться нашими обзорами Опять же, серфинг в интернете тоже не составит никакого труда Даже не вижу смысла показывать Мультитач работает великолепно То есть, странички прогружаются максимально быстро Ну и в обзоре, скажем так, такого смартфона С такой производительностью Я считаю, что не показать современные игры Это просто обзор ни о чем Поэтому смотрим Это просто обзор ни о чем Это просто обзор ни о чем В целом, модель полностью соответствует заявленным техническим характеристикам В плане производительности То есть, способна воспроизводить абсолютно любые современные игры Также хочется пару слов сказать о камере Камера на телефоне Прекраснейшая То есть, одна из лучших среди данного ценового диапазона То есть 13 мегапикселей соответствует Тут Ну, то есть, камера фотографирует как макросъемку хорошо Так и дальние объекты без проблем То есть, вот эти видео Вот эти фотографии вы можете видеть самостоятельно То есть, видео записывается в формате Full HD Фронтальная камера также снимает хорошо Но нет в ней автофокуса То есть, тут идут основные все настройки Вот 13 мегапикселей Камера у нас записывает в формате Full HD Все основные верхние настройки Вот эти вот Опознавание лица Улыбка И тому подобное Хочется также сказать о том Что данная модель отлично справляется с GPS-навигацией Я тестировал и через Navitel И через GPS-тест И просто хочу поделиться с вами данными скриншотами Вот они Вот это момент еще, когда он ловил Вот это уже, когда он словил 4 спутника А вот скриншоты через GPS-тест То есть, отлично, отлично ловит Словил он местоположение И готов вести по заданному маршруту Через Navitel Или любую другую навигационную программку Пару слов о прошивке хотел я сказать Прошивка идет заводская Мы их не прошиваем Тут есть немного китайского софта В GUG4 это везде так Вот виджет тоже с китайскими иероглифами Прошивка очень интересная То есть, тут много таких вот различных приколов Фишек, функций Ну, в принципе, все настройки идут на русском языке То есть, все, что нам нужно абсолютно полностью на русском То есть, я, когда тестировал данную модель Я не заметил в прошивке никаких таких багов В принципе, абсолютно нигде ничего не тупит Все столы листаются очень быстро Очень так гладко В принципе, так, как это и должно быть с таким железом Что еще сказать вам в этой модели Как и прежде, вот эти вот сенсорные кнопочки Они не светятся Их можно увидеть только вот так Вот они видны, в принципе То есть, ну, в темное время суток В темном помещении придется запоминать Что здесь у нас идет меню Здесь домой, а здесь кнопочка назад Также данная модель, как элитная версия Поддерживает функцию OTG То есть, можно подключать флешку, мышку, клавиатуру, например То есть, любые, практически любые USB-носители Можно, в принципе, подводить итог Модель на данный момент, я считаю Одна из самых таких гармоничных Она не... нельзя ее никоим образом назвать кирпичом Каким-то таким большим или лопатой какой-то 4,7 дюймов, очень тоненькие рамочки Компактная За счет 3000 аккумулятора, в принципе, не такая уж тоненькая Но тоже такая достойная То есть, удобно лежит в руке Максимальный функционал, максимальная производительность Отличная камера Минусом можно считать, что нет подсветки вот этих вот кнопок Ну, это уже такие вот приколы самостоятельные Громкий звук, в принципе, кнопочки не люфтят, ничего То есть, удобно, лично для меня удобен сверху разъем под наушники В принципе, все Модель мне очень понравилась Соответствует она своей цене Аналогов в таком размере, лично я не знаю В принципе, все Делайте свой выбор Спасибо за внимание Ставьте лайк, если нравятся мои обзоры Следите за обновлениями Будет всегда интересно Будем всегда для вас снимать самое интересное Спасибо, до свидания Спасибо, до свидания